Здравствуйте! Сегодня я хочу продолжить разговор о томатах из серии Козула. Хочу еще раз сказать, что фотографии я находил, вот эти все и сведения в интернете. Выращивал я эти сорта только один, 186-й, до него я пока не дошел. Вот, ну, теперь продолжим. В этот раз я хочу, ну, в общем, я нашел информацию о томатах Козула с 83-й по 100-ю. Итак, начнем. Первый у нас идет Козула 83, он получен с гречением сортов Малиновый, Варшавский и Розовый Король. Это раннеспелый индотриминантный сорт с высотой куста от 1,7 до 2 метров и нормальным томатным листом. Помидоры округлые, с небольшой ребристостью у плодоножки. Вес от 200 до 400 граммов, необычный горчичный цвет с зелеными полосками. А на разрезе мякоть этих плодов тоже горчичного цвета. Далее у нас идет Козула 84. Получен с гречением сортов Оранжевая клубника и Русская Анна. Но это может быть не точно, потому что я увидел, что Козула 84 вроде бы красная. Но, однако, и оранжевый вариант тоже вполне может и быть. Так как томаты из серии Козула достаточно изменчивы и часто пишут в примечаниях, что они могут изменяться. Этот томат индотерминатный, среднеспелый, среднерослый, от 170 до 180 сантиметров. Плодоношения длительные, плоды оранжевого цвета, сердцевидной формы от 150 до 250 грамм. Мясистый и маслянистый, с фруктовыми нотками, без кислинки. Козула 85. Сведений я нашел о нем достаточно мало. Это у нас томат, полученный с гречением сортов Оранжевая клубника и Русская Анна. Очень много в этот раз будет сортов, полученных из томата Оранжевая клубника. Это у нас индотерминатный, среднерослый куст, среднеспелый сорт. С плодами-сердцами красного цвета, весом от 120 до 250 грамм. Все, что нашел, все привел. Описание очень скудное. Но зато есть фотографии. Плоды очень красивые, очень ровные, сердцевидные. Затем у нас идет томат Козула 86. Он получен с гречением сортов Озаронский, золотой и оранжевая клубника. Это у нас среднерослый, среднеспелый сорт, с плодами-сердцами, желто-оранжевого цвета, с отчетливым носиком. Томаты массой от 100 до 200 граммов. Мякоть плотная, сладкого вкуса. Сорт очень урожайный. Также не так много сведений о нем нашлось. Затем у нас идет Козула 88. Также нашел только в одном источнике фото. Но описание нашел в нескольких источниках. Этот сорт у нас получен скрещиванием томата Хурма и оранжевая клубника. Он высокорослый, индотерминатный, около 1,8 метров. Среднеспелый. Плоды плоскоокруглые, с небольшой ребристостью у плодоножки, ярко-оранжевого цвета, весом от 80 до 150 граммов. Также у нас дальше идет томат Козула 89. И томат Козула 89 прям вот разделился на три различные линии. В данном случае это у нас томат, полученный при скрещивании сортов. Опять же, томата Хурма и томата Розовый Король. Первая линия этого томата оказалась достаточно редкой и нашлась лишь на одном сайте. Это у нас индотерминатный томат с кустом высотой около 1,9 метров и выше. С очень красивыми водами-бекалорами, оранжевыми, с розовым центром. Плоды плоскоокруглые, мясистые и вкусные. Бифштексы, весом от 200 до 500 граммов. Теперь посмотрим на вторую линию скрещивания. Этот сорт у нас не стабилизирован был на 2017 год. Он был всего лишь F3, то есть третье поколение. Куст индотерминатный, высотой около 1,6 метров с обычным томатным листом. Крупные, ярко-красные, плоскоокруглые томаты бифштексы с небольшой ребристостью у плодоножки. Масса плодов от 200 до 350 граммов. Ну и, наконец, третья линия этого сорта. Это у нас оранжево-плодные томаты. Часто вторую и третью линию меняют местами. Ну, то есть говорят, что с красными плодами это третья, а с оранжевыми это вторая. Но, в принципе, какая разница? В общем, есть и такая красная и оранжевая линия. Это у нас индотерминатный вкус томата, вырастающий до 200 сантиметров в высоту. Плоды бифштексы с золотисто-оранжевого цвета, весом от 200 до 300 граммов. Томаты сочные, со сладким, фруктово-томатным вкусом. Но информации, на самом деле, тоже не так уж много. Поэтому томату нашлось. Дальше у нас идет козула 90. Этот томат получен с крещеных сортов попурный русский и черная зебра. Томат среднего срока созревания. Также по нему информации было не очень много. Но плоды очень красивые. В общем, куст индотерминатный, с неограниченным ростом. Плоды удлиненные сливки с острым кончиком. Фиолетово-розового цвета с зелеными полосками. Могут быть более темными. Вес плодов от 70 до 130 граммов. Вкус мягкий, хороший и забалансированный. Затем у нас идет козулы 92. Также очень редкий сорт. И по нему крайне мало информации. Нашел только в одном месте. Но сайт более-менее хороший. И описание скудное, которое я нашел к этим скрещиваниям. Оно совпадает с тем, что я вижу на этом сайте. И поэтому я это описание тоже привожу. Этот сорт у нас получен скрещиванием сортов. Пурпурный русский и дина. Куст индотерминатный, высотой около 1,9 метров. Средне-спелые плоды, вытянутые сливки, красного цвета, массой от 160 до 120 грамм. Сорт урожайный и вкус. Далее у нас идет козула 96. Этот сорт уже с более сложным выведением был. Это уже двойное скрещивание. Сорт получен последним скрещиванием томата бифштекс с оранжевой клубникой. И полученный сорт также был скрещен с томатом большая зебра. Растение индотерминатное, с мощным кустом. Очень урожайные. Плоды розово-оранжевого цвета. С золотистыми желтыми прожилками. Плоско-округлые, массой от 200 до 400 граммов. С плотной мякотью. Сочные, со сладким вкусом и хорошим ароматом. Сорт еще не стабилен. Дальше у нас идет томат козула 98. Также уже пошли томаты с более сложным скрещиванием. Сорт также редкий. Сведений о нем очень мало. Этот сорт получен последним скрещиванием томатов гина с оранжевой клубникой. Полученный сорт скрещен был с сердцем буйвола с рынка. Это высокорослый, среднеспелый сорт томата с крупными, идеально круглыми плодами, бифштексами. Весом до 600 грамм. Вкус помидорный, со сладостью. Затем у нас идет козула 99. И линий, полученных скрещиванием козула 99, я нашел целых две. Этот сорт получен последовательным скрещиванием томатов гина с оранжевой клубникой. Полученный сорт также был скрещен с круглым розовым томатом. Ну и соответственно получились две линии. Первая линия у нас с высокорослым кустом около 1,8 метров в высоту. Среднеспелый, очень урожайный сорт. Плоды плоско-округлые, с небольшой либристостью плодоножки. Встречаются также тупоконечные сердца. Вкус насыщенный и яркий. Присутствуют нотки экзотических фруктов. Ну как можете видеть, очень урожайный сорт. Затем у нас идет томат козула 99.2. Нашел его на сайте Экосемена. На этом сайте я достаточно часто заказываю семена. И в принципе я ими очень доволен. Это не реклама, это просто мое мнение. Теперь другая линия. Она получена с плодами уже красного цвета. Вкус индетерминантный, тонкого строения, характерный для сердцевидных томатов. Среднеспелый. Плоды сердцевидные красного цвета, весом от 150 до 250 граммов. Мякоть ароматная, сладкая и мясистая. Урожайность высокая, отличается тем, что завязывают урожай в жару и не сбрасывают цветы. И наконец последний на сегодня козула 100. Он получен последним скрещиванием сортов. Азаронский золотой. С сортом, полученным скрещиванием бифштекса оранжевого с оранжевой клубникой. Как я и говорил, очень много сортов, полученных скрещиванием с томатом оранжевая клубника. В этой линейке. Куст высокорослый. Средне-ранний у нас этот томат. Плоды оранжевые. Сердца небольшого размера, массой до 250 граммов. Плоды мясистые, с малым количеством семян. Вкус сладкий, практически без кислинки. Ну и на сегодня все. Всем спасибо. Увидимся в следующих видео.